Друзья, всем привет! В этом гайде мы увидим все городские события фракции водных демонов. Осталось несколько небольших вопросов, но со временем с вашей, надеюсь, помощью ответы на них появятся в прикрепленных комментариях к этому видео. Ну, либо в описании. Итак, водные демоны. Перед вами расшифровка модуля вот этого вот. Вот раздела первого, Unique ID 1, поселение водных демонов, ну, либо водное поселение. Что мы здесь видим? У нас есть три возможных таких вот группы. Я определил первое, что мы можем получить у них без репутации, не имея репутации 50 и выше, не прокачивая. Что мы можем получить с репутацией и, ну, дружба. Если получаем дружбу, то вот эти открываются дополнительные возможности. И если просто их будем атаковать, побеждать, гравить. Если мы их будем атаковать, то получим понижение репутации с ними, минус 20. Хотя смысла в этом особого не вижу. Водных демонов больше не будет. У них, по-моему, всего одно поселение. Получим по 6 опыта очков и каждому персонажу, кто участвовал в рейде. И 3 очка науки. В копилку науки. Так, дальше также получим с шансом всего 10%. Плюс удача, видимо, всего отряда считается. Нам вернут персонаж. То есть, если у нас в отряде очень-очень много персонажей. У нас удача, допустим, больше 50. Ну, в общем, чем больше удачи, тем лучше. Чем больше у вас персонажей в отряде с большой удачей, тем лучше. Вам вернут персонажа. Какого персонажа? Того самого, которого они у нас забрали. Скорее всего, я тут точно не понял пока. Но, скорее всего, имеется в виду тот, которого мы им отдавать будем. А отдавать мы им тут можем много чего. Но сначала давайте по порядку. Один раз, скорее всего, получим желтые и фиолетовые бафы. Четвертого уровня не слабые такие бафы. Желтый, фиолетовый. То есть, магия и ментал. Если спросить просто про синих пиратов. Ничего, от нас больше не требуется. Просто задаем им вопрос. Они нам отвечают. Плюс бафы на нас вешают. Такая вот халява. Дальше. Водные демоны. И если у нас есть в отряде, то хотя бы один. То даже без репутации мы здесь сможем просто лечиться. До максимума. Бесплатно, ребят. Бесплатно. Любого типа лечения. Фиолетовый, желтый, красный. Неважно. Какой у вас персонаж, неважно, страдает. Все вылечатся. Дальше. Взять три одноразного задания здесь можем. Ну, помните, да? То есть, это как квесты у славян, у гоблинов, у эльфов. Но здесь они конкретны. То есть, ты можешь выбрать какой, в каком порядке их выбирать. По-моему, можно сразу все три одновременно взять. Не помню точно. В общем, ну и выполнять. Квесты очень интересные, но расписывать я их не буду. Ну, сами узнаете. Отдать мы можем ребенка. Именно отдать. Отдать с концами. Бесконечное количество детей, причем человеческих именно. Получить плюс 30 репутации с этой фракцией. Также с 15% вероятностью получить утопца вместо ребенка. То есть, какой-то полностью голенький персонаж будет первого уровня, без дополнительных характеристик, без дополнительных скиллов. Ну, просто вот голенький утопец. Такой, какой он есть. 85% получим водника. Если отдадим взрослого человека, опять же, бесконечное количество можно людей просто скидывать им. Всех детей человеческих, взрослых, взрослых человеков, человеков, эй, человек, иди к водникам. Всех отдаем. Всех берут. 72% что получим 20 репутацией. 20% 25 репутацией. 8% что получим 25 репутацией. И еще сверху утопца. Окей, с этим разобрались. Это что без репутации? А что же с репутацией-то мы здесь можем у них получить? О-о-о, а здесь дофига. Здесь дофига и больше. Во-первых, мы можем превратить ребенка любого человеческого, бесконечное количество раз это делать. Всех, в общем, детей человеческих, неважно, девочка, мальчик, можно превращать в водных демонов. Ну, насколько это нужно, это решать уже вам самим. Вроде бы водные демоны не настолько уж сильно крутые, сильные, но ладно, но можно. Девочку можно превратить с шансом 8% плюс ее удача, показатели ее удачи, в русалку светоносных. Я так перевел, вроде бы, я не помню, как она правильно переводится. В общем, подсказывайте в комментариях, если знаете. Либо в русалку в обычную. Можно превратить с сохранением, разумеется, всех скиллов, которые мы этой девочке набрали за это время. С сохранением всех ее этих, как она, характеристик, которые успели добавить. Ну, в общем, рекомендую это делать, когда у нас один ход до взросления, и вы никого не хотите из нее делать по обычному пути взросления, а вот именно хотите кого-нибудь получить здесь. Сюда идем и скидываем. Можно ролить, да, если у вас сейфлоат не отключен. Дальше. Мальчик. Шанс 3% плюс удача. Шанс 4% плюс удача. Один и тот же код абсолютно идет. Скорее всего, один из них лишний. Получаем водника светоносная. Шанс 11% плюс удача. Мальчик становится одурманенным. Ну, либо здесь, скорее всего, знаете, ребят, здесь, наверное, скорее всего, один просто водник. Но они ошиблись. Здесь надо было тогда вот это вот удалить им в коде. Скорее всего, вот так. И просто водника бы мы из мальчика сделали. Да, вот, наверное, ошибка. Сейчас только догадался, да, я что-то сообразить не мог. Ну, да. Дальше. Здесь также получаем одурманину. Кстати, это я вольный перевод с помощью Яндекса. Это такое себе. Я не помню, как он правильно здесь называется. Опять же, пишите в комментариях, если знаете. Будем вместе всей нашей фанатской дружиной это все дело приводить в порядок. Дальше. Шанс 30% плюс удача. Ребенок, любой мальчик, девочка, разумеется, человеческий, становится утопцем. И иначе смерть ребенка. То есть, если ни одно из этих событий не произошло, мы получаем смерть ребенка. Ну, либо они у нас его забирают. Вот здесь, кстати, можно, наверное, будет и вернуть его. Дальше. Правда, один раз, да, и только его. Но не важно. Один раз наш избранный может получить один из навыков. Уникальных навыков. Именно водных демонов. Больше ни у кого которых нет. Вот там скиллпак водных демонов. По-моему, что-то там как-то написано. Вот это вот интересно. Что вот именно их, из их скиллпака, навык. Дальше. Раз в 30 ходов мы можем человека нашего мужика какого-нибудь или женщину человека отправлять заниматься сексом с водными жителями. Женщина у нас любит водников, а мужчина у нас не только водников, но и русалок любит. Вот такой вот у нас мужчина. Какой-то там. Случайный, разумеется, из вашей пачки берется. Женщина или мужчина абсолютно случайный. И получает сразу же желтый баф. Плюс один из... Одной из вероятностей. Одно из событий произойдет. Один раз мы можем получить ребенка. Причем это ребенок и у человеческого мужчины и женщины. Неважно кто из них пойдет в загул. Это общий. То есть двух детей нельзя получить. Сначала здесь, допустим, а потом здесь. Нет, так не получится. Это один и тот же ребенок. Квест одноразовый. Он общий. В общем, ребенок с повышенными характеристиками достаточно хорошими. Такими человек. Человечек, правда. Можно же будет его опять... В кого-нибудь тут превратить дальше, да? Опять же у них. Ну, неважно. Дальше мы можем с шансом... Да, тут шанс 25% плюс удача. Именно того человека, на которого выпала взрослого... Выпала карта идти заниматься сексом-заводником. Дальше шанс 10% плюс удача. Наша женщина без тега Interactive, привлекательный, не знаю, как правильно читается, получает тег. Шанс 5% женщина получает тег Creepy, жуткий. Иначе женщина получает плюс 3 к удачу. Что значит? Иначе, если ни одно из этих событий не произошло, они по порядку проверяются, то происходит вот это событие. Получаем удачу. То же самое для мужчины. Прямо вот один в один, но за одним исключением. Тег Interactive всем мужикам в своем отряде раздать не получится. Здесь получится раз 30 ходов, наролить себе всем женщинам вот этот тег. Те, у кого нету, здесь они его получают. И в следующий раз опять то же самое. Ну, вы поняли. Также один раз можно завербовать водного демона, потратив кругленькую сумму. 30 тысяч ценностей. Шанс 5% за эту сумму. Получаем одного случайного. То есть мы не знаем, кого получим. Мы 30 тысяч даем. Они говорят, вот, бери, не нравится, все, проваливай. Ну, один раз. 5% водника светоносных. 10% плюс удача русалочку получаем. 25% просто на халяву. Ну, то есть, ну как на халяву, за деньги, конечно. Ну, такое себе. Че там, не на кофе, что ли, что отдать? Никаких персонажей платить им не надо. То есть просто деньги. Получаем от руманиного 25%, 5% плюс удача. Получаем русалку светоносных. И если ни одно из этих событий не произошло, то получаем утопца. Ну, а на этом гайд заканчиваю. Если какие-то вопросы остались, пишите в комментариях. Если какие-то соображения по вопросикам, которые остались нерешенными этим гайдом, также, надеюсь, вы мне это подскажете. Как там что правильно называется, как там что правильно происходит. Пишите в комментариях. Мы их добавим. Если там все правильно, конечно. И либо в описании, либо прикреплю отдельный комментарий со всеми-всеми-всеми подробностями дополнительными по кайду. В общем, давайте, фанаты, помогайте. Всем спасибо за просмотр. Всем добра. Пальцы вверх. Пока-пока.